Смотрите, какие спелые манго мы привезли. Мы с Димой каждый день разрезаем одну манго и наслаждаемся. У нас осталось манго, мы будем раздавать всем, кому обещали. Вот так у нас лежит мисочка. Мы каждому по пару штучек разделиваем и раздариваем. Мы привезли вот это вот мягкое вообще. Дима, слушай, надо раздавать, бы уже мягкие эти, даже в тазике. Те, которые были зелеными. Ну, то все, похоже, наш лимит закончился. Остальные надо отдать. У нас Дима разобрал кровать. Она очень классно разбирается, ее можно перевозить даже в легковой машине. Дима так ее и перевозил. Вот там у головы вот это было. Вперед. Блин, ну тут опылюка позабивалась. Сейчас я вытру. Матрас. Кусок и где-то еще тут кусок. Ну. Да, еще там сейчас вытру. И ламели. Сейчас приедут, заберут кроватку. Ну, оно прилипло там что-то непонятное. Какая-то наклейка там. Я сейчас возьму тряпочку, вытру. Это ж места, куда никогда не достаешь были. Внизу там кровать придвинута к стенке. И вот сколько пыли копится. Де воно берется, ця пылюк, а, Дима? Воно ж там придвинуте. Плотно. Де взяться? Пылются. Откуда? Сама пособи. Вроде все. Чистец. Кстати, ты видел, что я слонов распечатала? Нет. О, я сейчас тебе покажу. Я сейчас всем покажу. Вот эта тарелка, которую мы привезли. У нас уже три таких тарелки. Это значит, короче, какие-то... Боже, пыль на пальцах. Какие-то бои, которые здоровье приносят. В общем. Надо вот почитать, а то прям стыдно даже не знать. Это, по-моему, вот у нас вот эта красота. Ага. Да, Дима? Вот он такую там показывал. Вот она у нас есть. Красота. Клеопатра или кто там, он говорил. Надо видео посмотреть. Это у нас тут анхамон. Наверное. А сейчас... Ой, как красиво она блестит. Прямо кажется, что камушки, когда вот так делаешь. Оно так вырез, блин, на самой тарелочке. Красиво, скажи. А слоников, я думаю, может вот сюда поставить? К нашим всем слонам. Вот они. Смотри. Правда? Угу. Сюда поставить. Ну, тут они лучше, смотри. Да? Но. Это пришел коронавирус. Сейчас еще одного принесешь. Да. Так, маленькие. Маленькие. Побольше. Мойте. Дотя с папой. Мне кажется, что это Дотя с папой. Этот красивый слон. Это еще советский слон. 14 апреля. Смотри. Детя с папой. Да? Твой день рождения сделали матрас? Угу. Я даже не знаю, как их поставить. Да. Очень красиво. Коллекция слонов. Коллекция тарелок. Коллекция... Теперь оленей надо. Смотри, у нас один олень скучает. Это тоже Катя нам присылала на Новый год. Новогоднюю посылочку. В прошлом году. Совы у нас есть тоже. Бачишь, две? Коль, у нас все коллекция должна. Должна быть коллекция. Ну, слоны, конечно, я от них тащусь. Я не знаю, почему. Но мне слоны очень нравятся. Может, то, что я знаю, что слоны с задартым хоботом несут этот благополучие в дом. О, тарелки, слоны. Вот это я понимаю заполненность. Только в этом углу мы будем елку ставить. Она, наверное, закроет тут всю красоту. Переставлю на ту палочку, значит. Это крема мы привезли. Свете Диминой и моей маме. Это витамины, которые мы привезли. А это мы себе купили витамины. Нам в последний день кто-то подсказал. Три доллара всего стоят у них эти витамины. Попробуем. Не знаю. Так плохо, когда ты не понимаешь, не знаешь вообще, что хорошо, что плохо. Даже вот эти вот крема. Тут вроде как написано, что это кокосовый крем для волос. Хайр-крем. А я думала, что это для лица. И это хайр-крем. Ничего не разбираюсь. Свечи сюда новые перед поездкой поставила. Так, иду телефон на зарядку ставить, потому что сейчас разрядится. Чемодан еще стоят, потихоньку стираю. О, это орехи принесла домой, потому что мороз. Я знала, будет и морковку с этим, со свеклой. За окном, девочки. Даже не хочу показывать. Пришла с новой почты. Отправила Кристине посылочку. Я ей обещала, что привезу ей манго. Я ей положила манго и гранаты египетские. Отправила ей посылку. И сижу с Андрюхой, кушаю мандаросики. Гирлянды, телевизор, камин, чемодан. И только вот еще там вместо нее должна стоять елка. С наступающим вас. Вкусно? Кисло? Водичка в ванную набирается. Сейчас буду бульки-бульки. А кто такой Курчанов, Андрюш? Курчанов это человек, который заставляет всех учить английский. Да? Он что, преподаватель английского? Ну, знаешь, он раньше мечтал стать поваром за границей. У его друга он знал английский, короче. И разговаривал с анезьянскими разными. А он просто стоял и такой, что... Приехал к себе в страну, выучил английский. Больше не хотел быть поваром. И начал жестко преподавать английский. К нему даже известные личности приезжали. Даже? Да. Чу себе. Понял? Запомнить. Курчанов, да? Он научит вас английскому. Ага. Приезжайте в Африку. В Африку. Шутка, конечно. Вкусные мандаросики. Ага. Второй ею. Вкусные мандаросики. Посудомойка помыла посуду. Блин, я уже вернулась своим домашним делам. Это ж надо посудомойку заряжать. Жарила от бюнушки. Постирала уже две стирки. Чемоданы. Ой, в глаз брызгнула. Чемоданы разбираю. Кстати. А, ну ладно, я потом вам расскажу. Вот такая, понимаете. Читаю комментарии. И с удовольствием баню людей. Баню людей, которые грубые. Которые не понимают каких-то шуток. Которые узкомыслят. Которые пишут свой яд, который у них накопился. Я понимаю, что я не смогу каждому рассказать, как мыслить позитивно и как жить. Поэтому я и не берусь за это. Я просто баню девчонок, которые злые. И почитала там, значит, что кто-то во мне разочаровался. Кто-то не смотрит давно, потому что мои блоги депрессивные. Девчонки, я вам желаю счастья. Жить не депрессивно. Отдыхать больше, чем я. Улыбаться больше, чем я. Детей иметь больше, чем я. Чтобы у вас все было круто. Но то, что вы констатируете, вы констатируете, в первую очередь, про себя, а не про меня. Потому что эти комментарии вообще мне не касаются. Я в своих видео, да, делюсь горем и счастьем. И когда у меня какое-то горе. Так цепочка красиво смотрится. Это на загорелом теле. Я просто обалдею. И когда у меня какое-то горе, что-то случается. То я, конечно, об этом рассказываю и делюсь. Если у меня что-то классное, я что-то классное купила. Или что-то классное сделала, приготовила, куда-то поехала. Я тоже этим делюсь. Но вот когда ты делишься чем-то хорошим, чаще всего начинают появляться вот эти злые дни. Злые комментарии. Я ничего не на что не намекаю. Просто так как-то получается. Одна написала. Недавно бегала по врачам. А сейчас и коронавируса не боится, полетела в Египет. Что ты радуешься, что я по врачам бегаю? Или осуждаешь меня за коронавирус? Я ни при чем к коронавирусу. Коронавирус везде есть. Можете заразиться, нося маску. Не теребя ее. Можете заразиться. Перчатки нося. Обрабатываю постоянно руки. Это ни о чем не говорит. Можете заразиться в Украине, можете заразиться в Египте. Я, будучи в Египте, была застрахована на 30 тысяч евро. И только бы у меня был ковид, ковидная у меня была страховка, у меня бы Египет лечил бы на эти деньги. Если я заболею в Украине, никто меня за свои деньги лечить не будет. Я буду лечиться тут за свои деньги. Какая мне разница, где мне завалять? Сидите дома. Не вылазьте. Не ходите в магазины, потому что вы же там не знаете, кто в магазинах. Там такая икея, которая прилетела из Египта. Там все. Кто-то в больнице работает, ходит в АТБ с ковидными больными. Кто-то на скорой помощи, кто-то водитель такси. Вы не знаете, кто вокруг вас. Как можно говорить о том, что я полетела в Египет, и со мной уже что-то должно случиться. В Египет в аэропорту все вакцинированы, я хотела сказать. С тестами. Понимаете, в Египте заболевает 180 человек в сутки. А тут 13 тысяч минимум. Представляешь, Андрей? 13 тысяч минимум. Хочу в Африку. Да, я тоже хочу. Едем назад. Не, не, я уже переживаю. Так, три задания по математике сейчас будем делать. А сейчас сразу три. Там три задания. Хорошо. Давай. Как это нас еще не осудили с тобой за то, что мы школу пропустили? Забыли про это написать, да? Напоминалочку. Давай им включим. И школу мы пропустили ряд для того, чтобы человек, ребенок получил витамин D, получил иммунитет, отдохнул. Понимаете? Да, вот так же и вам. А что сделаешь? Кстати, ну не могу нарадоваться слонами, но не могу просто, как они смотрятся. Видите? И тарелочка. И гирляндочка моя. Моя любовь. Кристинка запаковала таким плотником. Я надеюсь, эти манго доедут, потому что они дозревают, понимаете? И сегодня 5 число, и написали 8-го доедет. Они дозревают, и я переживаю, чтобы ей не пришло пюре. Я так плотненько, вроде они там не шатаются, ничего. Но надеюсь, что все будет хорошо. Поэтому, Кристиночка, лови кусочек Египта, все, я пошла в ванну с мандаринкой.